В Петербурге автобус рухнул в реку. Есть погибшие. Россия наступает под Харьковом. Тяжелые бои на границе. Михаил Мишустин сохранил пост премьер-министра. Это новости воздух на канале Ходорковский лайф. Меня зовут Кирилл Седов. В ближайшие минуты все, что важно знать к этому часу. РАХМАТШОХ КУРБОНОВ Сотрудник компании «Такси». В следственном комитете возбудили дело по статье об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, заведено еще одно уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух или более лиц. Жена водителя рассказала изданию 112, что Курбонова заставили выйти в рейс на утро после 20-ти часовой смены. Директор компании «Такси», в которой работал Курбонов, заявил, что автобус был полностью исправен, а сам водитель прошел предрейсовое медосвидетельствование. Трагедия случилась на пятом часу смены. Стали известны имена прохожих, которые, как только произошла авария, бросились в воду помогать пассажирам автобуса. Это уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Жабраилов и Мухаммад Гасанов. Они шли на пятничную молитву, когда стали свидетелями трагедии. Журналисты газеты «РУС» смогли поговорить с Идрисом Гаджиевым. Дальше цитата из его комментария. «Мы быстро остановились, подбежали. Тут не было уже вариантов не запрыгивать в воду, потому что ситуация такая, что надо людям помочь 100%, потому что люди в беде. Героический ли это поступок? По моему мнению, нет. Я считаю, каждый человек должен помогать человеку, который попал в беду. Всего лишь помощь. Чем могли, помогли». Конец цитаты. Михаила Мишустина переназначили премьером. Сегодня утром Владимир Путин внес его кандидатуру на утверждение в Госдуму, ну а вечером депутаты ожидаемо проголосовали «за». Перед голосованием Мишустин выступил в парламенте с докладом. Среди прочего, он рассказал о мерах по борьбе с бедностью. Для этого правительство намерено сформировать некую новую модель оплаты бюджетников. Отдельно Мишустин подчеркнул, что поддержка участников так называемой спецоперации в Украине – это один из главных приоритетов правительства. Теперь, после своего переназначения, Мишустин в течение недели должен представить Путину предложение по составу кабинета министров. По информации РБК, сын секретаря совбеза Николая Патрушева, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, может пойти на повышение и стать вице-премьером. При этом Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера и заодно должность полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сегодня также пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом кадровых консультаций. Возможно и другие отставки. Денис Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга, сохранив пост вице-премьера. Это сегодня предсказывает газета «Ведомости». Он возглавлял ведомство 12 лет. Кандидатом на пост министра промышленности стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. И еще одна перестановка. Николай Шульгинов может покинуть пост министра энергетики. Он возглавлял ведомство с 2020 года. В числе кандидатов на эту должность губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Надо добавить, что Цивилев женат на двоюрной племяннице Владимира Путина. Ну чем вам не министр энергетики? Российская армия пытается создать новый фронт под Харьковом. Такую оценку российской атаки на севере Харьковской области дает Рейтер. Сегодня утром после массированного обстрела войска России начали продвижение из Белгородской области на территорию Украины в направлении Волчанска. Украинское руководство объявило добровольную эвакуацию из города и направило в область дополнительные силы. Рейтер со ссылкой на украинский военный источник сообщает, что российская армия продвинулась на один километр в область. Бои там продолжаются. Про военный российский телеграм-канал Рыбарь пишет, что оценивать атаку следует осторожно. Полномасштабным наступлением ее не называет. Военный аналитик Кирилл Михайлов в комментарии изданию «Медиазона» тоже предостерегает от переоценки российской атаки. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что российские силы удается сдерживать. О перспективах атаки российской армии мы поговорили с военным экспертом Сергеем Мигдалем. «Были последние недели различные данные, информации о том, что будет наступление, именно под Харьковым причем. Это было не секретом для украинской стороны. Ясно, что если бы они могли захватить весь Харьков и Харьковскую область, они бы удовольствием это сделали. Достаточно ли у них сил там, я не уверен. В теории, например, это может быть, так называемым, отвлекающим наступлением с целью оттянуть туда какие-то силы украинской армии, чтобы как раз, например, главную дар наести, то есть Донецкую. Думаю, в ближайшие 48-72 часа уже можно будет более полного торта. Изнасиловавший и убивший 17-летнюю девушку в Луганске, участник войны в Украине, уже был судим за жестокое убийство женщины. Речь идет о 33-летнем уроженце Владимирской области Андрея Курбасове, которого задержали несколько дней назад. Ранее он признался, что изнасиловал 17-летнюю девушку в машине, а затем, испугавшись, что его поймают, ударил ее ножом в сердце. Тело девушки Курбасов зарыл в лесополосе и обложил его камнями. Как выяснил телеграм-канал Астра, Курбасов в 16-м году уже был судим за жестокое убийство. Будучи пьяным, он избил женщину ногами, а затем нанес ей несколько ударов рулонами бумажных обоев по половым органам. После этого он задушил жертву кофтой. Ему дали 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. Завтра в шведском Мальме состоится финал конкурса Евровидения. Россия в нем не участвует уже третий год подряд. Ее отстранили из-за вторжения путинской армии в Украину. Украину же в Швеции представят дуэт Алена Алена и Джерри Хейл с песней Тереза энн Мария. Ну а российская пропаганда уже, конечно же, взяла в оборот тему Евровидения. Даже сам Владимир Соловьев подключился. И, судя по всему, это только начало. Финское издание Юля со ссылкой на источники пишет. Крупные мероприятия в Евросоюзе, такие как Евровидение и Чемпионат мира по хоккею, Россия планирует использовать для распространения пропаганды в самой же Европе. Чем было Евровидение для России и чем оно стало, в сюжете моей коллеги Юлия Азаровой. История России на Евровидении началась в 1994 году. Тогда в Дублин поехала певица Маша Кац под псевдонимом ЮДив с песней «Вечный странник». Заняла девятое место, и на ближайшие годы это был лучший результат России на конкурсе. Страна то не участвовала, то участвовала, но высоких мест не занимала. И ажиотажа вокруг конкурса тоже не было. Но все изменилось в 2000 году. На Евровидение приехала 16-летняя Алсу и заняла второе место. Тут и началась настоящая истерия. Каждый отбор, тем более каждый конкурс, стали рассматриваться буквально под лупой. И как отмечает журналист Ренат Давлет-Гильдеев, в этот момент стала очевидной давняя болезнь российского общества. Несмотря на то, что в России всячески постулируют борьбу с Западом, все равно страна и люди катастрофически от Запада зависят. Что они о нас подумают? Какую оценку они нам поставят? Но еще больше мнения европейцев о российских участниках пропаганду волнует судьба конкурсантов из Украины. Особенно после того, как в 2004 году впервые победила украинка Руслана с песней «Дикие танцы». Тут-то и оказалось, что и поет она не очень, и песня не очень, и сама Руслана тоже не очень. Впрочем, как отмечает обзорщик пропаганды Антон Пикули, такое восприятие вполне объяснимо. Если все будут дружить на конкурсе инвоевровидения, если россияне такие «Ой, так здорово, что украинцы победили в этом году», тогда, ну, как потом Путину власти удержаться? Как потом тогда пропагандистам из чего рейтинги выжимать? Суть в том, чтобы конфликты были, скандалы. А три года спустя в песне Верки Сердючки, она же Андрея Данилко, услышали слова «Раша, гудбай». И это стало темой самых рейтинговых шоу того времени. А кончилось все и вовсе настоящей травлей в СМИ. Я хочу видеть «Раша, гудбай», я хочу видеть «Данзен». Итак, что вы слышите? Да, вот здесь? Да. Нет, вы поставьте ту запись, которая была... Нет, что вы здесь слышите? Здесь я слышу «Раша, гудбай». А здесь что вы слышите? Впрочем, как оказалось потом, вся травля была сфабрикована. Ведь Данилко позволил себе занять второе место, на которое прочили проект Максима Фадеева «Серебро». В итоге Данилко принял решение завязать с работой в России. Ну а после полномасштабного вторжения с чистым сердцем действительно поет «Раша, гудбай». Группу «Серебро» готовили на серебряное место. Понимаешь, это я потом уже понял. И они не ожидали, что Сердючка будет... Ну, так пойдет для Европы. Постепенно к скандалам вокруг Евровидения стали подключаться люди от конкурса «Совсем далекие». Дошло до того, что в 2014 году высказаться решил тогдашний глава РЖД Владимир Якунин. Он устроил в Берлине целую проповедь про бородатых женщин и традиционные ценности. В тот год в конкурсе победила встреча Томас Нойверт, который выступал в образе Кончиты Вурст «Женщине с бородой». Вульгарный этнофашизм из далекого прошлого вновь становится частью нашей жизни. У античного определения демократии нет ничего общего с бородатыми женщинами. Это власть народа. На эти вопросы есть ответ у Антона Пикули. Дело в том, что пропагандистам и другим охранителям режима принципиально плевать, о каких конкурсах говорить. Главное, что туда поехала Россия. А уж выиграла она или проиграла – вопрос третьестепенный. Мы победили – ура! Мы можем также их победить и на танках. Мы проиграли – о нет! Но зато мы можем их победить за это на танках. Всегда одна и та же реакция. Им вообще плевать, каким образом мы поведем себя на конкурсах. Главное, чтобы потом это выкрутить в то, что мы Россия, у власти у нас крутые чуваки, и они всех выиграют на танках. Впрочем, у такого подхода есть свои вполне реальные опасности. Потому что одно дело, когда пропаганда работает только на рядовых граждан. И совсем другое дело, когда сами заказчики начинают верить в собственный миф. В любой другой стране, что интересно, в любой другой демократической стране, например, скандал на Евровидение, который на ток-шоу в прямом эфире на главном канале страны, был бы, это был бы просто скандал ради рейтинга самого шоу. Но в России особый путь, поэтому у нас скандалы на пропагандистских шоу приводят потом к тому, что это шоу смотрит и президент страны. И ты такой, реально, а что украинцы победили-то, я не понял. Ну, надо их победить сильнее тогда. Еще одна уловка пропагандистов. По паспорту участник может быть совсем даже не нашим. Но это не помешает записать его в ряды русских. Так было с норвежцем Александром Рыбаком, который участвовал два раза в 2009 и 2018 году. И в первый раз даже победил. Кстати, если уж на то пошло, то своим его могут считать скорее белорусы. Александр родился в Минске. Такая же ситуация в этом году. Участница из Израиля Эден Галан долгое время жила в Москве. Ну, а значит, будем именовать ее девушкой из России. Зато таджичку Манижу, которая в последний раз представляла Россию в 2021 году, охотно окрестили не русской. На том и спекулировали. Если наша цель участвовать и уподобляться фриком, то с чего кто-то решил, что имеет право делать это, используя слово русское. Но самое печальное, что за таким нагромождением пропагандистских нарративов теряется главное. В первую очередь Евровидение — это праздник. И гораздо конструктивнее относиться к нему именно так, а не как к полю битвы. Это, конечно, был огромный культурный феномен. И этот культурный феномен помог стать открытием миллионам наших сограждан. Помог узнать мир, захотеть путешествовать, захотеть интересоваться другими культурами. А сегодня, в первую очередь, этого, наверное, лишена Россия, которая этот конкурс теперь воспринимает только исключительно, как еще какой-то повод, повод потыкать иголочку по западным ценностям. А пока россиянам, которые выбрали не возвращаться к домострою и средневековым нравам, остается только смотреть на участников из других стран. И будем надеяться, что когда война закончится, режим падет, и Россия вернется к европейскому курсу. Вернется и Евровидение. Это были все новости, о которых мы вам хотели рассказать. С вами был Кирилл Седов. Поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. И не забывайте про комментарии. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok